Дорогие братья и сестры, поздравляю вас со светлым праздником Святой Троицы. Святая Троица это 50-й день после воскресения Христова. Древние иудеи отмечали тоже этот праздник как память о Синайском законодательстве. И вот в этот день ученики Христовы собрались в одной из горницы Иерусалима. Там были и Божья Матерь, апостолы и всеверующие во Христа Иисуса. И вот сделался сильный шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнил весь дом. И сошли огненные языки с неба и почили на каждом из присутствующих учеников. Стали они после этого говорить разными языками, которых прежде не знали. Когда они вышли из горницы, то начали открыто проповедовать учение Христова. И все, кто присутствовал здесь, а это были тысячи, услышали говорящих учеников, каждого на своем наречии, на своем диалекте. И весьма изумились. И спросили учеников, что же нам делать. На что ученики ответили, что нужно уверовать во имя Господа нашего Иисуса Христа и креститься во имя Его. И вот в тот день крестилось около трех тысяч человек, как мы знаем с вами, из Писания. Господь Иисус Христос сказал апостолу Петру, как мы знаем из Писания. Ты камень, и на семь камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Врата ада не одолеют истинную церковь. Церковь, которая стоит в истине, которая хранит чистоту православного вероучения. Вы, дорогие братья и сестры, представители этой чистоты вероучения, потому что вы отделились от еретиков. Вы вышли из среды поминающих экуминистов, архипастыри и пастыри и паства, которая уклонилась в ересь. Вы уже больше с ними не состоите в общении. И слава Богу, что вы сохраняете чистоту истины. Свободную отчеты человеческие умозаключения и толкований, потому что церковь создана божественной благодатью, а не человеческими умозаключениями и суемудрыми умствованиями. Дорогие братья и сестры, нужно твердо знать и понимать, что мы стоим на правильном пути. И не нужно уклоняться ни на йоту, ни влево, ни вправо от чистоты православного вероучения. Потому что церковь, которая уклонилась от истины, она уже не может сохранять в себе благодать Святаго Духа. Святый Дух не может почивать там, где ложь и обман. Где дьявольская ложь, Святый Дух уходит оттуда. Поэтому, дорогие братья и сестры, еще раз вас поздравляю и желаю, чтобы вы не унывали, не отчаивались, не падали духом, а терпением спасали души ваши. Потому что будет впереди еще возрождение России, будет возрождение Церкви Православной. И мы ждем Царя Православного. И мы с вами твердо верим в то, что врата ада никогда не одолеют истинную Церковь Православную. Храни вас всех, Господь, да пребудем мы все друг с другом в мире единогласии, любви, всепрощении. Никогда не будем помнить зла и прощать друг друга, любить, не унывать и во всем жить по заповедям Божьим, по законам Божьим. И тогда Господь смилуется над нами, возвысит нас и введет нас в Царствие Небесное, где праведники воссияют в вечной жизни вместе со Христом Иисусом и будут царствовать во веки веков. Аминь. С праздником вас, дорогие братья и сестры, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Аминь.